Здравствуйте дорогие друзья! Прежде чем мы начнем наше видео, обязательно вам рекомендую перейти на этот сервис и зарегистрироваться. Дело в том, что вы можете получать абсолютно с каждой вашей привычной покупки, даже самой мелочной, кэшбэк. Кэшбэк это значит вы получаете некий процент. Он может там состоять 10%, 20%, 1% и так далее. То есть допустим вы купили что-то за 10 тысяч рублей, вам упало тысячу обратно. Я не знаю подробностей как они работают и на чем они зарабатывают, но видимо за счет привлечения клиентов в эти компании и соответственно могут делиться этой долей. Поэтому предлагаю вам зарегистрироваться на сайте и получать на абсолютно разных сайтах разные комиссии, точнее разные кэшбэки. Тут более 1278 магазинов, это очень много и раз уж можно сэкономить, раз уж можно получить скидку, почему бы ее не получить. Это достаточно разумно, поэтому я зарегистрируюсь сейчас, также регистрируйтесь, ссылка будет в описании под этим видео. Сэкономил, значит заработал. Таджикистан обвинил Киргизию в саботаже пограничного вопроса. Посмотрите это видео до конца и вы узнаете, почему до сих пор не получается решить конфликт. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы быть в курсе всех новинках на нашем канале. Кыргызстан и Таджикистан связывают историческая крепкая дружба. История конфликта между соседями уже достаточно длинная. Состоялся содержательный обмен мнением по вопросам делимитации и демаркации Кыргызско-Таджикской государственной границы. Мы определили дальнейшие действия по описанию линии Кыргызско-Таджикской государственной границы. Но несмотря на все подписанные ранее соглашения, никак не дают видимых результатов. Результатов по граничном вопросе можно добиться только при согласовании и реализации достигнутых ранее договоренностей. Однако Кыргызия отказывается соблюдать некоторые из них. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Таджикистана Сираджиддин Мухридин 18 февраля на пресс-конференции в Душанбе. Министр подчеркнул, что несмотря на понимание как на правительском уровне, так и на уровне комиссии по вопросам определения границы, реализация договоренностей срывается из-за отдельных групп в Кыргызии. Как вы относитесь к такому обвинению? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Есть отдельные группы в Кыргызстане, которые усугубляют ситуацию, что отрицательно влияет на реализацию ранее достигнутых договоренностей на протяжении последних 16 лет. В частности, кыргызская сторона не соблюдает подписанные ранее протоколы в рамках комиссии по вопросу делимитации и демаркации таджикско-киргызской государственной границы. Мы также продаем приоритетное значение развитию приграничного сотрудничества, которое является важной основой двусторонних торгово-экономических связей. Речь идет о ранее согласованных участках госграницы. Желаемых результатов можно достичь только при правильной реализации достигнутых договоренностей, подчеркнул Мухреддин. Отдельно в качестве усложняющего ситуацию фактора министр упомянул непосредственно граждан Кыргызии, проживающих на спорных территориях. Нами была отмечена важность эффективной работы устойчивых двусторонних механизмов, таких как Межгосударственный координационный совет, Кыргызско-Таджийская межправительственная комиссия по комплексному рассмотрению двусторонних вопросов по демаркации государственной границы. Разногласия происходят на низовом уровне, когда на несогласованных участках начинают строить, что и приводит к усугублению ситуации, добавил глава МИД Таджикистана. А справедливо ли обвинять только одну сторону? Ведь таджики очень часто и бурно реагируют на провокации. Разве так сложно государству усмирить своих жителей? Свои мнения пишите нам под видео. На этом у нас все. Просим вас оценить наше видео подпиской и лайком. Также у нас есть специальные предложения для тех, кто заинтересован в продвижении своего продукта. Мы предоставляем рекламу на очень выгодных условиях. Подробности будут под видео или же в шапке профиля.